Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в гостях Патрисия. Здравствуйте. Патя некогда занималась дизайном, но потихонечку от него ушла и теперь себя ищет в чем-то интересном. Интересном, да, и мне кажется, что каждый раз, когда я прихожу к тебе сниматься, я каждый раз хочу бросить дизайн. Такая типа, я бросаю дизайн, и Артур такой, так давай сниматься. А мы сейчас находимся в Блучерина, пешеходной улице. Здесь мы были 6 месяцев назад. Мы пришли с небольшим перетестом, это во-первых, мы здесь проверим кое-какие позиции, ну а также пришли мы для того, чтобы попробовать новые позиции в меню. Очень сильно к этому готовилась, я не ела, сам был трав. Я сразу тебе скажу о том, что у нас сегодня 8 блюд, 1 десерт и 7. Тартар из говядины, стоит он 170 леев и весит 250 граммов. Мне аж стало жарко, я очень сильно люблю тартар, просто тартар это как мой котик, вот тут вот котик, а тут нар, чтобы это слово, короче, не говорить. Все, понятно. Ну, чтобы тебе не было так жарко, мы сидим на террасе, открыто, все хорошо, люди ходят, смотрят. И так, очень вкусно капарханик. Я буду отрывать хлебец, я не знаю, если так делают люди, но не так вкусно. Если хлеб лежит, вообще, если что-то лежит на тарелке, оно должно быть съедобным, я за это. Мне вот так вот максимально вкусно должно быть, вот поэтому... Приятного аппетита. Реакция намного лучше всех каких-то эпитетов. Я хочу отметить, во-первых, это то, что тартар наисвежайший, соус из пармезана сливочный отлично подходит к этому мясу. И по специям здесь прям идеально. Господи. Ну, выдави из себя хотя бы немножко аппетитов. Подожди. С первым вкусом. Момент, когда тартар попадает в тебя. Это очень вкусно, очень нежно. Я пробовала, короче, тартар в другом заведении. Можешь говорить? Можно, да? В Тора гриль. Там он тоже вкусный. Да. Вот, но он такой, он более яркий на вкус. То есть ты пока там пережевываешь все остальное, ты вот чувствуешь все ингредиенты. А тут он, он максимально нежный. Прям максимально нежный. Максимально нежный. Я, я повторяюсь, сори. И хлеб здесь отличный, хрустящий, поджаренный, политый оливковым маслом. Еще раз повторюсь, это нежно. Это очень нежно. Очень, очень, очень вкусно. Повару целуем руки. Машала, всех любить. А можно я это просто, короче, я разговаривать не буду, а я просто буду это, звуки какие-то издавать. Без проблем, я потом сделаю нарезку из твоих звуков. За это блюдо ты бы отдала 170 лет? И оставила бы на чай? Да. Проблема, грубо говоря, у нас в городе с ним, потому что или он, короче, невкусный, или его мало. Я не могу. Я не знаю, я специально сижу, не ем, держусь для того, чтобы попробовать остальные блюда. Но ты так это ешь, что я не могу постановиться и хочу тоже есть. Салат рустика. Это салат деревенский. Почему-то так его перевели. Рустика? Да. А почему рустика? Ну, так перевели. Стоит он 65 лев, 400 грамм порции и выглядит это прям шикарно. И знаешь, что мне сразу здесь нравится? О том, что... Нет, лук, красный лук это отлично. Лук? Огурцы почистили от кожицы. Я в детстве у прабабушки в деревне, перед тем, как резать огурчики, я сначала эту попку такая отрезаю, пробую ее. Если она горькая, то я чищу. Нет, ну, нет, не все горькие всегда. Все всегда горькие? Нет. Ну, не знаю, у меня попадались всегда горькие. Я попробовал огурцы, свежие, вкусные, наши молдавские. И самое главное, это помидоры. Артур, главный у нас по огурцам. Огуречный человек. Помидоры, огурцы. Помидоры как с грядки. Честно. Сама попробуй. Ты врешь. Конечно, я вру. Мне заплатили 500 евро за это. Попробуй вот эту вот штуку. И сейчас ты будешь издавать другие звуки. Так, это что-то белое. В этом белом есть что-то еще. Обзор нормальный, да? Три, как минимум. Да. Да, хорошо. Это вместе орешки. И чеснок. Ммм, попкорн. Но из чего? Из гречки. Серьезно? Да. В прошлый раз, когда мы снимали, я тоже нашел попкорн из гречки и сказал об этом. Все говорили, не-не-не, а это был попкорн из гречки. А здесь этот попкорн из гречки, такое ощущение, что он как орешек. У него вот именно вот этот вот ореховый вкус, так? Да, очень. Попкорн из гречки. Попкорн из гречки? Вы очень победительные, да, я хочу сказать. Отдельная вилка для того, чтобы перемешать. Вот так. Давай попробуем теперь. Давай. Помидорку еще возьму. Вот, взяла. Ладно. Окей, хорошо. Еще одну возьму. Я вот с этой стороны подкору. Еще из ленушка. Поехала. Поехала. Вот знаешь, что? Вот этот салат под мясо. И ты сел такой на терраску, взял себе пивка, мясцо, этот салатик, и такое ощущение, что ты где-то, короче, на даче. Но это на самом деле очень дачный, очень летний. Да, чего-то вот тепло, хорошо, шашлык жарится, и вот есть вот этот вот. Если у вас нет дачи, и вы хотите это мяско с салатиком, и почувствовать себя так хорошечно, приходите в бутербург, на террасу, и, соответственно, все это поймете. Я буду кушать. Я в детстве, ну, начал делать вот такие вот салаты. Я всегда добавлял либо сметану, либо творог. Здесь люди пошли намного дальше, в плане того, что вот эта вот сырная масса, она с чесноком, а я люблю вот эти вот шарики с чесноком, которые на Новый год у всех на столе. Я всегда, каждый Новый год, если нету ничего, я сам их делаю. И здесь этот чесночок вместе с луком, вместе со свежими овощами, шикарно. И, как сказал Пати, я бы сюда вот рядышком положил не кусок мяса, а не детей, наши домашние детей. Ну, если ты любительми детей, да, я люблю мясо. Очень вкусно. Лето? Да. Это, скорее всего, именно... Хулл порк с трюфельным пюре. Вот именно, да. Хулл порк с трюфельным пюре. То бишь, рваная свининка. Какой кусочек тебе нравится больше? Давай. 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 Выглядит, кстати, очень вкусно. Ребрышки. Ребрышки. Но я думал, что она будет прям разрываться, то есть она будет намного нежнее. Так, рваная... Ну, хотя она разрывается. Пюражчик обязательно вот с этим вот соусом. И здесь есть такой соус зелененький. Ну да, она разрывается, но мне хотелось бы, чтобы она была вот прям еще нежнее. Ты пробуешь мясо? Как мясо? Мясо никаких. Вообще? Вообще никаких. Я пробую пюрешечку. Вкусняшка. Нежно. Первое, что хочу заметить, это то, что в очень многих ресторанах пюре, когда его подают, его перетирают через сито, для того, чтобы оно получалось вот именно такой мусс, мусс-пюре. Здесь с маленькими кусочками пюре, то есть оно не перетерто через сито, и у нее есть структура у этого пюре. Да, вот кусочек. И мне такое пюре нравится намного больше, чем который перетерто через сито. А тут есть ощущение такое, что оно как будто домашнее. Да, как будто домашнее. Мясо нежное, окей. Вместе с пюрешечкой это вкусно. Сейчас я буду делать не как девочка, я взяла большой кусок. Вот этот салатик верните нам. И все, можно идти домой. Я бы чуть больше потомил свинилку. Отличные специи, хорошо приготовленные, сверху вот эта вот помазка с горчичкой, скорее всего это барбекю соус. Картошка как есть. Она сладкая. Что? Мне кажется, там мед есть. Трюфели. Почувствовала трюфели? Нет? Я тоже. Я больше почувствовала здесь зеленое масло, чем трюфеля. В одного вот это вот, и ты прям сидишь от пуза. Вот так вот. Не, ну окей. Для себя как девочка, я бы не взяла только типа из тех соображений, что тут есть ребра прям, ну типа мне что-то там ковыряться, там искать, типа все остальное, что-то их там грызть. Ну вот я вот снял мясо, и соответственно вот это ты можешь уже не есть. Прикол этих ребер в чем? Чтобы их короче прям сидеть и... Ну это мужская еда. Наверное. Ну в общем, именно в заведении, то я бы эти ребра бы я не грызла. Но если заказать домой, я бы там вот так. Ешь, девочка, ешь. Итак, проба воды. Специально для Сережи сейчас сделала. Сейчас мы перепроверим. Ребай. Перепроверим. Итак, пеппер стейк стоит он 250 леев. С прошлого раза, полгода назад мы ели тоже пеппер стейк, и он стоил 140 леев. А сейчас он стоит уже 250. В такое время живем. И ребай без костей 290 леев за 310 грамм. Что тебе нравится больше? Давай. Прожарку мы не заказывали, поэтому сейчас посмотрим, как нас повар любит. Из-за этого света мы как бы желтые, но здесь видно розовизну. Смотри, какая сочная штука. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай я тебе вот так вот понажимаю. Просто. Это сочно. Это вкусно. Это отлично приправлено. Приготовлено. Идеально. Вкус мяса прям вот, я не знаю. Пати здесь крутится, как уш на сковородке. Обычная соль. Розовая соль. Микрозелень. И вот эти овощи. Очень сочно. Ты знаешь, что такое очень сочно? Я знаю, что такое очень сочно. Это вот оно. Ты хочешь еще кусочек? Конечно, естественно. Здесь мясо также сочное. Тоже розовое. Понажимаем. Есть. Но сока здесь меньше. Да. Вот тут вот он прям в овощах. Если полгода назад я ругался за то, что не хватает перцев, надо бы добавить, и это не так душисто, то сейчас это перечный стейк, как я люблю. Я не знаю, как любите. Вы с большим количеством перцев. Он душистый. С меньшим количеством перцев. Пати уже не может разговаривать, нужно запивать. У меня сейчас во рту восторг. Перечный восторг. Просто вот это я буду есть. Вкусно, но не мое. Вот это вот рибай мое. За рибай продам душу. Да. Рибай. Можно вообще без соуса, без ничего. Просто вот так вот берешь его и ешь. Да, в нем есть то, что нужно стейку. Не надо его сдавливать каким-то соусом, для того, чтобы он приобрел еще какой-то дополнительный вкус. Он здесь ему достаточный, прожаренный. Просто забрал мое сердечко. Я опять соусом пробую. Да ешь, как хочешь. Артур хочет, чтобы я стала толстой и большой. Да, да. Чтобы мне было очень вкусно. Единственное, нам нужны будут... Такой легкий бриц. Паста с морепродуктами. Представьте то, что вы находитесь не здесь, а где-то, да, на какой-то очень такой приятной даче. И вот там вот море, и вот этот вот ветер. Да, все, я поняла. Артур мне сказал, что вы находитесь не здесь. Нет, я сказал, возьми вилочку, пожалуйста, сейчас мы будем пробовать. Ой, какой хороший приятный. Все-таки на террасе сидеть лучше, чем в заведении. Приятно очень. Как я долго ждал этого. Паста с куриным мясом 95 лев за 370, и паста с морепродуктами 170 за 350 граммов. Давай с морепродуктов, я как раз рыбу не люблю. Я попробую. Вот. Давай. Просто я не любитель. Так. Вкусненько. Рыба. Давай, по-чуть-чуть. Креветка. Вот такая вот большая. Почище. Спасибо. Ну, она такая вот, рыбная. Креветка идеальная. Мясо топ. Я отвечаю лично за мясо. Подожди, здесь осьминожек. Ой-ой-ой. Вкусно? Я прям вообще не по рыбе. Прям максимально нет. Очень нежный. Ладно, я попробую. Очень быстро разжевывающийся осьминог. Вкуснейший. И вот этот соус. Насыщенный рыбный, томатный вкус. Ну, давай. Не хочешь, не ешь. Можешь откусить маленький кусочек. Редко, когда осьминог у нас в Молдове в каких-то заведениях именно кусается. То есть, одно можно откусить кусочек. Не отрезать ножом, не отпилить, а именно откусить. И это показать. Быстро ешь. Ешь, ешь. Вот. Вот так вот. Суперское сочетание морепродуктов. Соуса томатного. Кусочков томата. Паста сделана идеально. Это аль денте. Это не переваренная паста. Она не слиплась. Паста будет. Паста, оказывается, закрывается. Паста топ. Соус топ. Нежный такой. Сливочно-куриный. Густос. Сейчас пробую курочку. Она нежная. Она очень такая тающая по рту. Мне здесь нравится соус. Класс, да? Это вкусная паста с курицей. Здесь на самом деле нечего искать. Сливочный соус, курица. Все мы знаем эти вкусы. И, соответственно, вкусная паста, которая отлично сварит. Все вместе отлично. Курица не сухая. Это плюс. Соус сливочный. Его здесь хватает. Все это перемешать. Это тоже плюс. Зеленое масло. Шикарно сдавливает. И туда, и сюда. Я тут вижу, короче, на тарелочке только отдельную гречку. Она тут одна денежника, поэтому... Попкорн из гречки это вообще топ, я считаю. Яблочки. Карамелизирование. А что за соус такой красненький? Он какой-то ягодный. Смородина. Сто процентов. Это такая именно черная смородина. Вот как ты идешь, короче, к бабушке на грядку, там растет такая черная смородина. Вот так вот и берешь, вот так вот и кушаешь. Да, вот это вот она. Яблочки вкусные. Это что-то... Это какая-то карамелька, по-моему. Что такое? Соленая карамелька, по-моему. Ну, это сладко, вкусно. Мороженое очень сливочное. Ой, какой здесь мягкий бисквитик или что это? Хлебушек? Не отдельно, его попробую. Сладенько, не приторно. А ну, все вместе. Свежо. За счет мороженого и за счет мяты, который здесь тоже придает вот эту свежесть. Вкусный соус. Яблочки карамелизированы отлично. Чувствуется вкус корицы. Соус вот этот сверху дополняет. Попкорн похрустывает в конце. Это, короче, такое, как будто ты пришел попить чай. Тебя угостили, типа, каким-то кексом. А потом тебя угостили мороженкой. А потом тебе сказали, ой, она попробует еще, типа, это варенье и с морозином. И потом угостили тебя. Попкорном. Да. Да, да. И вот это вот все вместе. Но все это положили на одну тарелку. И все это сочетается друг с другом. Это отличный десерт. Это отличное завершение сегодняшнего ужина, дегустации. Это не очень сладко, потому что есть очень многие десерты, приторно-сладкие, после которых себе хочется выпить еще 500 тысяч чаев. 75 лет. Да, 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 да. 100% да. Давайте, пришло время подводить итоги. Ты еще жуешь. И пока сразу думай, что тебе сегодня не оправдало ожидание. Паста с морепродуктами, потому что я не люблю рыбу. Окей. Хорошо. Еще были какие-то блюда, в которые бы ты что-то добавила или что-то бы исправила? Паста пасты. Ну вот она, она есть, да. Она вкусная, она нежная, она сливочная. Добавить что-то, не знаю. Убавить оттуда тоже, ну, не знаю. Вот. Но она, типа, классификация из всего. То, что было сегодня, она у меня, короче, последняя. Ну, потому что, типа, паста. Вкусно, да, но, типа, паста. Я отмечу единственное, что это рваную свинину с картофелем, с пюре. Единственное, что, вот к чему можно, как бы, что-то добавить, это свинину потушить чуть-чуть побольше. Чтобы она именно была рваная свинила. То есть, если это называется pulled pork, то, соответственно, она должна расходиться на волокна, не прилагаем больших усилий, и все, это должно прям вот так расходиться. То есть, если ее чуть-чуть больше томить, то она была бы хорошая. Она и так вкусная, окей. Но она, вот, по-моему, не рваная свинина. Все остальное, вот, не в очень ничего. Что у тебя сегодня в топе? Да. Не знаю. Можешь назвать нечто-то. Рибай, тартар, десерт. И десерт. Да. Вот так. Да. Тартар очень нежный, и в нем нет, типа, как кусочков, да, вот чего-то отдельного. Ты, правда, вот кушаешь этот тартар, как вот, не знаю, как мусс какой-то. Ну, я не знаю. Это очень нежно, очень вкусно. Рибай. Сочный, вкусный, яркий. Ты вот прям его кушаешь, и такой... Я не знаю, как мне говорить тут матом просто. Здесь дети просто сидят. Да. Десерт. Не сладкий, не кислый, не холодный, не горячий. Он очень своеобразный такой. Очень своеобразный. Ну, по крайней мере, я такого еще не ел. Угу. Вкусно. Я могу отметить следующее. Во-первых, это то, что стейк пеппер стал намного лучше, чем он был полгода назад. Соответственно, люди смотрят, и люди прислушиваются к нашему мнению, когда мы приходим, и что-то высказываем о своих видео. Это плюс стейк рибай. Отличненько. Туда же мы относим тартар, и, как я и сказал, пасту с морепродуктами. Идеально, вкусненько, и все хорошо. В каждом блюде была какая-то интересная штука. Десерт. Все ингредиенты прямо вот отлично сочетаются. Вместе, вкупе, это стейки приготовлены, приправлены. Тартар. Тартар просто. Вот. Морепродукты идеально приготовленные, свеженькие. Соус с морепродуктами, там, к этой пасте тоже отлично паста приготовлена. Я сегодня получил удовольствие вот от съемок. Посидел с тобой, покушал с тобой на этой красивой террасе. И, соответственно, вот так вот мы это все попробовали. Я сюда обязательно еще вернусь, и я знаю, что я буду пробовать в новом месте. И кушаться. Я буду приходить кушать рибай с тартаром и с этим вот... С салатиком. А мы про салат забыли. Ну, просто салат... Да, он хорош. Да. Салат хорош. Но были блюда, которые вот, бум, выше. Да. Салатик с каким-то мясом вообще толп. Сказать, что салат переплюнул тартар, ну, стейк и десерт, нет. Вы все видели сами, внешний вид, вкусовые качества оценила пати. Я, верить нам или не верить, это ваше личное дело. Мы не профессионалы, мы платим наши деньги для того, чтобы кушать вкусно и показывать вам, в каких местах стоит заказывать еду или приходить покушать. А какие места лучше обходить стороной, для того, чтобы не разочароваться очень сильно. И для того, чтобы убедиться, говорим им правду или нет, предлагаю прийти и самим все покушать. Хотите? Лайк, дизлайк. Это вот подписка обязательно и комментарий, кого пригласить в следующий. Ау! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!